Собственно, по поводу доклада. Начало года. Вообще, хотелось бы пару слов, зачем я здесь стою, почему я восьмой год уже сюда приезжаю и что-то рассказываю, что я. Не надоело ли мне это? Немножко о себе любимом. Я сам из... А что мне появляется? А, вот так. Да, ну, он из Томска. Учился в Томском городе Версейте, а сейчас работаю в компании информзащиты. Уже восьмой год работаю. Как вот в 2008 году в году на РОЦД переехал, меня отсюда забрали, так и не отпускают еще. Так что вы здесь сейчас застариваете, смогут все работать. Вот. Ну, собственно, 2008 года я играл в компании CyberSk. Вот это я там постоянно. Вот. Чтобы вы понимали, как это давно было, тогда еще Теремчук играл в каких-то командах. Он вообще еще в компьютер сходил. Очень давно. И закончил я играть в ЦТФ где-то в году, так как в 2012-м, в Лас-Егосе. Но там было невозможно закончить, поэтому... Такая у меня была четырех годовала ЦТФ карьера. После этого начали какие-то другие свои сложности, и я ушел, собственно, работать. И, собственно, что я начал рассказывать, и про какое мошенничество это вообще к чему. Я всегда занимался аудитами. В основном аудитами на стандарт PCI, это как бы стандарт, которые доверяют банки на их выполнение требований по информационной безопасности в практичном бизнесе. Потом стал заниматься этим же самым топовым разработчиком приложений, как они... То есть те приложения, которые обрабатывают данные платежи, должны проходить сертификацию. Вот с ними там возился, занимался этим занимался, и мне это наскучило, если честно. Потому что... Потому что что-то как-то не топовое. И сейчас я занимаюсь... Угадайте чем? Мошенничество. Даже в Google, когда мы говорим о мошенничестве, выдают очень много разных картинок, потому что никто не знает, что это такое. То есть утащить бутылку в одной магазине это мошенничество или утащить там данные платежные карты тоже мошенничество, да, как бы? Ну, соответственно, на кассах я не ладую вареньшек, ну, которые тащат. А вареньшек, которые тащат на садей в кассах, я ладую, чтобы вы понимали разницу. И, собственно, вот второе слово. С переводом сделал, чтобы всем было понятно. Мошенничество, да, ну, как бы скажете вообще это, зачем ты сюда полезешь, как бы занимался безопасностью, как бы не сидел бы там, занимался бы дальше. Наверное, так и нужно было сделать, но у меня есть вот какие-то свои доводы, которые я хочу вам рассказать, начало, чтобы вы поняли, что это вообще классная тема. Во-первых, пустой кран. Во-вторых, мошенничество – это абсолютно разные вещи. В смысле, вот человек, который продал какой-то отчет за какие-то деньги – это мошенничество. Фишинг – это мошенничество. Дядька Шапки, который сидит за компьютером – это не мошенничество, а вот хакер, который изображен – это мошенничество. Кража прайм – это мошенничество, как бы. Мошенничество с пилипомов бывает. Бывает мошенничество, когда просто девочка взяла и сумочку что-то положила. Это тоже мошенничество. И часто это мошенничество можно применить в наше социальности, потому что все больше и больше все происходит в IT-системах, и все чаще, соответственно, мы можем с помощью своих знаний и ума, знаете, что это влияет? Мне интересно, что будет на следующем слайде? У меня сейчас есть что-нибудь говорить. А, все нормально, да. У меня тут подсказка просто в дело есть, я вижу. И второе, это довод за него, а, ну, собственно, о чем это я? И как бы это безопасность, это только вот и как бы это мошенничество, вот то, что связано с характерами, там, вот, в общем-то, с ними рядом. Это очень маленькая часть, как бы, и на самом деле без разницы, каким образом там что-то своровали, как бы, это своровали, взломав там систему очень сложную, либо просто пришли и как бы и своровали, да. И факт того, что что-то взяли не свое, он свершился, и с этим нужно бороться, без разницы, как это будет сделано, как бы. Ну, то есть мне все равно абсолютно, как у меня деньги софрут, вовники на улице, как бы, или хакеры с карточкой, да, у меня одинаково это не будет. Поэтому я хочу, чтобы, в принципе, вот этого факта с тащиной денег не было. Ну, или было только в мою пользу. Ну, и, собственно, второй довод, зачем я занимаюсь этим, потому что мошенники, они собака умная. В смысле, это не такие ребята, которые вот гопники, да, а мошенники, они где-то вот так выглядят. Это такие ребята, как в 11, 12, 13 The Ocean, такие пришли, такие, мы такие чуваки крутые. Ну, согласитесь, приятно, да, когда такие ребята на той стороне клевые, и ты с ними борешься. Ну, это, блин, прям классно. Сейчас, секундочку. Вот, к слову, давайте маленький этот, отвлечем, отвлечемся немножко в сторону. Вы все знаете, да, когда в СМИ написано, поймали хакеров, вот такая картинка. А вы когда-нибудь видели хакеров, да, они вот примерно вот так выглядят, да, как вот этот мужик. Ну, то есть, у меня хакер, вот Google говорит, что он вот так выглядит. Вот, да, ну, не очень похоже, да, на хакера. Хотя, ну, мы-то все знаем, что хакер вообще вот так выглядят все. Ну, это уже другой момент. Ну, тоже не очень похож, как бы. А суть в том, что там, если мы говорим вот там о карточном мошенничестве, то там примерно вот такая структура. И когда ловят каких-то конечных людей, которые обналичивают какой-то нал, это настолько далеко от хакерства, что прям представить себе нельзя. Поэтому, когда я говорю о том, что мошенники умные, я имею в виду именно мошенников, которые все это придумывают, а не которые там уже снимают бабло и обналичивают его. Это не мошенники, это гопники, а мошенники умные. Вот. Соответственно, третья причина, почему мошенничество – это классно, этим нужно заниматься. Это модное сейчас понятие интернет вещей, да? Все, наверное, знают, что у нас кругом все начинает подключаться к интернету. А самая-то большая беда не то, что все подключается к интернету, а то, что все при этом еще хочет за вас все решать и за все платить. Вот несколько примеров для вас. Знаете, что это за кнопочка вон там с надписью «Тайт»? А вот так лучше, да, слышно? Я бы так и всегда мог. А, так вот. Вот эта кнопочка «Тайт» – это такая физическая кнопка, вы на нее нажимаете, и вам через несколько часов приходит дядька и приносит пачку порошка. Соответственно, она сама делает заказ, сама с вашей карты снимает нужные деньги, как бы. Это так и Amazon стал выпускать. Следующий пример – холодильник, который умеет сам покупать еду. Заканчивается еда у вас, он вам деформирует заказ, привозит, чуть ли не сам вам кладет. Главное, чтобы есть за вас еще не начал. Умные телевизоры, как бы, ну это совсем попсняк, как бы у многих есть, когда вы в телевизоре вводите свои данные карты, как бы телевизор вам контент покупает. Отлично, спасибо. Машины, говорят, сейчас стали появляться машинки, которые заезжают на заправку, вы их заправляете, а она сама, как бы, мало того, что за бензин расплачивается, а чаевые оставляет заправщику. Вот. И представьте, вот куча вот этих всяких устройств, вот эта маленькая штучка с меньшим его пальцем, а мы хотим туда себе, давайте, безопасность устроим на все это, да? Да невозможно, никогда это не будет, всегда будут ломать телевизор, будут вот эти маленькие штучки взламывать, холодильники и машины даже, да? Поэтому этих устройств становится все больше и больше, и сделать так, чтобы все это было абсолютно защищенным невозможно, всегда это все сломают. Соответственно, нам нужно искать контур защиты где-то извне. То есть мы должны не пытаться остановить мошеннические транзакции, ну хотя это тоже должны сделать именно на конечном устройстве, а мы должны еще пытаться выявить проблемы, не типовые платежи уже когда они пришли на авторизацию. Ну, может, об этом чуть подробнее расскажем, может, нет. А, и еще один момент. У меня просто уже семья, дети как бы, и я когда выбирал тему, чем заниматься в дальнейшем, да, я думал на перспективу. И, по моему мнению, в мошенничестве никогда не уверят. Во-первых, потому что всегда будут люди, которые ведутся на всякую фигню. Всегда будут люди, которые заполняют вот такие формы безопасности как бы. Потому что у любого человека в мозгах есть какая-то шестеренка, которая очень доверчивая. Любого человека можно позвонить, испугать, и он вам все расскажет. Если вам на почту приходит письмо, в котором говорится о том, что там данные по индексации вашей зарплаты, вы забудете обо всех вирусах, вы его откроете скорее как бы. А если там голая бухгалтер, что танцует с кем-то, вы вообще об всем забудете. Ну, то есть любого человека, у любого человека есть ниточки, за которые можно тянуть. Поэтому мошенники всегда их будут тянуть, собственно. А следующий нюанс, что ничто не стоит на месте. Все очень сильно развивается, и все схемы мошенников, они тоже сильно развиваются. А если мы говорим о мошенничестве в IT, то вы, например, вспомните Пейджет? Кто-нибудь помнит, что это такое? А вот сколько лет? 15 лет назад это было, да? Я даже посмотрел, забыл, как он выглядит. Как брелок от этой сигнализации, да? И если говорить о вообще техническом прогрессе, смотрите. У меня есть интересующаяся тема, называется она скиммер. Скиммер же все знаете, да, такие штуки? Ну, нужны кому-то данные вашей карточки зачем-то? Он ставит такую накладку сверху и камеру сверху и снимает. Окей, как бы сначала появились такие скиммеры, по-моему, с года 2000 какого-то. Их стали, для этого что сделали? Банки же тоже, они умные такие. Давайте мы придумаем такую накладку, она будет светиться и скиммер нельзя будет поставить. Мы такие, ну, как бы, окей, сделаем вот накладку такую, скиммер в виде накладки. Потом давайте скиммер в виде светящейся штучки сделаем, как бы, ну, пожалуйста, как бы. Потом такие банки, ну ладно, мы там придумали какую-нибудь схему, что нельзя ничего сверху налепить. Ага, такие мошенники думают, что же нам делать? А вот давайте вот такой скиммер будет. Его засовываешь в эту щель прям и, ну, невозможно его заметить, он очень тоненький просто. Но, как бы, у нас тоже не дураки сидят, но мы же. И мы такие, а давайте мы вообще кардинально проблему будем решать. Мы сделаем так, чтобы магнитную полосу нельзя было считать. Мы сейчас сжахнем, вот, чип. Все, чипованные карты считать можно, чип изготовить очень сложно, как бы. Поэтому абсолютная защита, все хорошо, как бы, ну, не будем говорить о том, что в Штатах можно снимать деньги. Ну, это, как бы, не наши уже проблемы. Ну, мошенники же тоже такие, ну, окей, нельзя считывать данные карты. Давайте мы налепим такую полосочку со скотчем, и она будет по одной купюрке хотя бы при выдаче оставлять. Ну, у них же тоже дети, вы поймите, как бы, всем жить надо. Или, если статистику посмотреть, как бы, как чиповые карты внесли, такая полезла вся эта, ущерб от вот именно банкоматного мошенничества, он такой вниз полез. Да, зато вверх полез ущерб от онлайн всяких мошенничеств. Потому что мошенники есть, им себя кормить как-то надо, и они всегда найдут способ. А, соответственно, если мы хотим с этим бороться, то нам нужно быть всегда на чеку. Елки-палки, что же делать, как же их всех поймать? Всегда найдется работа, в общем, для нас. О, и давайте вот маленько отвлечемся и посмотрим, а вообще на кого, как вы думаете, похожи мошенники как бы. Вот я пока не начал вообще заниматься этой проблемой, мне всегда казалось, что они вот примерно вашего возраста и моего. Ну, мне вообще казалось, что я вообще идеально подхожу на эту роль. А они почти так. Ну, в смысле, если посмотреть распределение мужчин и женщин, то примерно 13% женщин и 87% мужчин. Ну, как бы, окей. Если говорить о возрасте, то что интересно, что большая часть мошенников это уже в возрасте от 36 и больше. То есть это люди серьезно состоявшиеся. Но только мы сейчас один момент, мы говорим о не гопниках, мы говорим о мошенниках. Это люди, которые думают и мошенничают на высоком уровне. Поэтому, если посмотреть статистику, там 70% это менеджмент все-таки и управленческие должности, а только остальные это там обычные люди. И опять же, как правило, мошенники, 93% мошенников, которые воруют там на работе, они работают в компании больше пяти лет. Почему так происходит? Потому что обычно тащат там, где плохо организован процесс. Чтобы понять, что он плохо организован, если он простой процесс, это все увидят, что там что-то не так. А если процесс сложенный, там как-нибудь, чтобы отправить платеж, нужно очень сильно ухитриться. Соответственно, нужно это понять. Чтобы это понять, нужно подольше поработать. Так вот, люди, которые подольше поработали, уже все это знают, они тут и начинают тащить. Вот. Такие дела. Так. Собственно, что с этим делать-то совсем? Понятно, что это есть и как с этим борются. Ну, конечно, придумали такие системы, которые называются системы противодействия мошенничества. Вот так они называются. Автоматизированные. Все с ними хорошо, и их задача, по сути, такая. Это как бы собрать всю информацию, которая есть. Там данные транзакции, какие-то данные о пользователях, я не знаю. Ну, вообще все, что есть, данные получить по максимуму все много-много-много. Вот. А потом взять их и проанализировать, и оттуда что-то выявить, да? Казалось бы, ну, вообще нечего делать, очень все легко. Как бы все, поставил систему, все будет окей. Но, такая штука, вот смотрите, как бы, есть у нас два человека. Вот такой дядька и вот такой. Внешне, вот если их начать посмотреть по программам, как бы у них одинаковая длина волос, борода, руки есть там и там, татуировки, не знаю, может там тоже где-то есть. Как бы одинаковые, да? То есть, чисто для машины вроде бы нормальные, но вот один дядька, а второй как бы не знаю. И как вот отличить, кто из них куда? Да. Поэтому не все так легко с этими системами, и для этого нужны специалисты, которые эту систему научат думать. Думает она в основном тремя способами. Первый способ – это так называемые стоп-листы. Самый простой способ, да? Если как бы у нас есть перечень счетов, которые заранее известно, что они служат для вывода денег, то как только на эти счета кто-то хочет провести транзакцию, нужно его остановить. Ну, очень логичный способ. Самый простой, или мы знаем, что вот с этих айпишников там на 95% приходит злоумышленник, мы тоже с них будем зарубать просто доступ. Очень простой способ, но очень неэффективный, потому что все это меняется очень быстро, эти списки очень сложно поддерживать в актуальном состоянии. Способ номер два. Кстати, есть интересный момент вот с этими листами. Есть в интернете такие магазины, называются они «точки пробивки», через которые можно посмотреть, живая карточка или неживая. Ну, платежная карта, я имею в виду. О них все знают, ими активно пользуются мошенники, но их никто не закрывает. Угадайте, почему? Потому что как только карточку начинают проверять в точке пробивки, так сразу она попадает в blacklist. Очень удобный способ. Это вам по поводу того, что если вы пользуетесь анонимайзером, бесплатно подумайте, кто же этот бесплатный анонимайзер запустил, как бы кому он нужен. Так, знаешь, такие добрые люди. Надо, чтобы бесплатно люди ходили анонимно, да? Угу. Вот. Способ номер два, как можно выявить кого-то. Называется «карандаши». Нет, не так он называется. Называется «статистический». Тоже понятный способ. Если у нас по статистике в магазине рассчитываются на 10 рублей, а тут кто-то пришел на 100 тысяч, хочет что-то вот купить, значит, что-то не так с этим человеком. Или по статистике там человек только в России всю жизнь снимал деньги, а тут у него транзакция из Америки пошла. Или бабушка-пенсионерка начала на Амазоне что-нибудь покупать, да? Ну, как-то не очень статистика совпадает. То есть способ достаточно спорный, дает сбои, ну, потому что статистику тоже нужно накопить, и она не всегда как бы хорошо отрабатывает. Но большинство систем вот на этом именно и останавливается. То есть смотрят какие-то средние показатели и смотрят отклонения от них. И на самом деле много мошенничества это все вылавливает до тех пор, пока мошенники не начинают угадывать вот эти средние параметры. Грубо говоря, если они знают, что больше 15 тысяч уже лочится транзакция, но они снимают по 12 тысяч, как бы не жалко, давайте. То есть такой способ, но так как правило, как бы выявление мошенничества, они хранятся в секрете, то это срабатывает, да, почти всегда. И третий способ, он сложный, но довольно-таки эффективный, он называется поведенческий анализ. Потому что по поведению можно достаточно четко вычислить, является ли поведение человека легитимным или нет. Ну, для этого используются два понятия. Во-первых, это профилирование пользователей. То есть когда у нас для каждого пользователя строится его профиль поведения, так же, например, как с пенсионеркой, которая обычно подходит к банкомату, снимая деньги, и у нее, то есть пенсия, банкомат, ну, наличные. А тут у нее так получилось, что она получила пенсию и пошла там в казино играть. Ну, и что-то не так, да, поведение как бы не отрабатывает. Но надо уточнить у бабушки, все ли у нее в порядке. А может, она просто решила на досуге. Ну, по-разному, может быть, надо уточнять. Вот. Соответственно, и второй момент в поведенческом анализе важный – это машинное обучение. Соответственно, просто создать профиль и его никак не менять, ну, вы скоро начнете либо лочить легитимных пользователей, они будут очень сильно ругаться, да? Я, например, поехал в Штаты со своей банковской картой и остался без техники Apple вообще абсолютно, потому что, ну, нельзя там купить. Мне во всех Apple Store блочили карту, говорили, нельзя. Потому что очень много мошенничества покупается, ну, именно дорогие продукты. Соответственно, должно быть машинное обучение, которое может подумать, что у человека немножко сменился его поведение и подкорректировать его модель. Это такая идеальная система, которая должна все уявлять. Вот. О, появились, да? А еще в идеальной системе противодействия мошенничеству. Вообще, любая вот на текущий момент система, она заканчивается чем? Тем, что перелетает какое-то сообщение о том, что, ну, вроде подозрительная мошенничество, потом красивая девушка набирает бабушку или, ну, если это не бабушка, то не бабушку, и спрашивает, как бы, ваша транзакция, не ваша, как бы вы это сделали, не вы это сделали. Все хорошо, но только девушек-то мало красивых, и нельзя их так использовать бездарно. Поэтому все идет к тому, что большинство функций либо начинает настолько четко выявляться, что можно автоматически блокировать или не блокировать, либо применяются там роботы. Например, там, смс-ки присылаются, там, звонки на короткие номера и все проще. Ну, как какая-то роботизированная обработка, чтобы минимизировать участие человека. Так. А знаете, что? Все. Вот. У меня на этом все. Я готов ответить на вопросы, и у меня даже есть подсказки. Меня можно спрашивать про Сайдверсов, про работу и про нашу эту текущую тему. Да, кстати, можно вообще не спрашивать. Спасибо за вопросы. Привет. Я буду единственным, кто задаст тебе вопрос. Не-не-не, мы еще кого-нибудь заставим. Хорошо. Смотри, ты сказал, используете машинное обучение. Расскажи, получается ли так, что проблема переобучения в машинном обучении играет свою роль, и насколько часто хорошие, ну, легитимные какие-то транзакции попадают под restriction вот этого машинного обучения? А можно я отвечу, что бывает, попадают и играет роль? Ну, в плане, очень все сильно зависит от того, как настроено. Ну, в смысле, вы тюните, да, машинное обучение? Вообще, знаешь, есть правило маленького принца, оно применимо к антифродсистеме. Встал, умылся, перевел в порядок себя, перейди в порядок антифродсистему. Вот. Потому что, как бы, ну, все меняется, процессы меняются, пользователи меняются по-другому себя ведут. Машинное обучение, оно может выстраивать какие-то гипотезы. Они не всегда отрабатывают, всегда есть процент, как бы, ложных срабатываний. И он, наверное, всегда будет, как бы. И вот назвать точно процент я не могу. Ну, это получается, черный ящик, на котором мы не знаем, что там внутри, на самом деле, это там нейронные сети. То есть, вы используете там какие-то экспертные оценки, правильно я понимаю? То есть, у вас есть какие-то люди, которые после выхода вот этой модели тюнят ее сами ручно. Да, да, да. Ну, в основном, да, это, ну, причину иногда, иногда что-то тюнит сама система. Но это очень так, ну, в смысле, грубо говоря, есть там, здесь опять такой момент. То есть, если человек, грубо говоря, что-то сделал, и это для него не типовое поведение, но оно не сильно похоже на мошенничество. То есть, оно не сильно выбивается. Или, смотри, я никогда, например, не летал за границу, и всегда я покупал по карточке в России. Но тут у меня видят, что у меня пошла транзакция из Америки. Но перед этим у меня была транзакция, я на Аэкспресс купил билет, в аэропорту купил пиво попить, как бы. Все, машина может понять, что я полетел, это я. Ну, потому что я, есть мой путь. А если я был сегодня здесь, как бы, а через один час у меня транзакция из Штатов, как бы, это сразу машина может понять, что это фейк. Ну, потому что очень быстро. Вот машина обучения вот на этом основана. Соответственно, если я в Штаты перелетел, она уже понимает, что у меня поведенческий анализ будет, что я уже в Штатах могу что-то делать, потому что я легитимно туда попал. Ну, очень круто, что у вас это работает. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за презентацию, было интересно. Вопрос по тому, как борются с дозвонами в банк. То есть, ну, иногда при больших транзакциях требуется прозвон в банк. Ну, и, соответственно, злоумышленники, они используют эти прозвоны, ну, заказывают там, и по заказу до всяких СССР, сканы паспортов. То есть, как с этим борются? Можешь еще раз? Я не совсем понял. Ну, то есть, допустим, есть транзакция там большая на тысячу баксов. Соответственно, карта автоматически блокируется. Требуется прозвон в банк. Нужно позвонить. Самому нужно позвонить? Да. А вы не знаете? Ну, надо банк менять. Нет, не надо. В смысле, по идее, банк, если он видит, что транзакция большая, он должен позвонить и спросить, твоя транзакция или нет. А если самому нужно кому-то звонить, то что-то с банком не так. Но у нас такого нет. Мы так не рекомендуем делать. Ну, все, да. Вот. Ну, потому что там другая бывает тема. Знаешь, какая бывает тема с ДБО, например? Когда клонируют симку, но если симку клонируют, ведь твой-то номер отключится легитимный, и ты такой, о, запаникуешь. Так вот, отслеживают, что человек, например, сел в самолет, полетел куда-нибудь там, 4 часа ему лететь. У него будет телефон 4 часа недоступен. И вот в этот момент мошенники используют там, ну, начинают атаку клонировать симку, еще что-то. Вот, вплоть до такого доходит. Поэтому, если тебе самому нужно куда-то отзвониться, так это можно реально там, ну, просто, ну, с точки зрения мошенничества можно легко обойти, действительно. Поэтому так не надо делать. Еще вопрос. Одинаково ли сложно бороться у вас с мошенниками, ну, вот как из России или из Америки, допустим, или из других стран? То есть у них у всех поведение одинаковое? Либо вот есть разница сложности? Ну, мне кажется, одинаково. Но в плане, потому что, во-первых, если транзакция пошла там из Штатов, это не значит, ну, если мы сейчас, потому что по картам скатились, ну, я им просто ими занимался, поэтому мы о них. А вообще мошенничество же там, всякое бывает. Но если говорить о картах именно, то там не поймешь, в смысле, вот со Штатов это наши, как бы, снимают или штатовские. Ну, потому что никто же не запрещает нашим взять, поехать и в Штатах начать снимать. Сейчас же, грубо говоря, у нас все карты, они чипованные. И мы в банкоматах, которые поддерживают транзакции по чипу, с помощью магнитной полосы не сможем провести транзакцию. Поэтому, но, в принципе, магнитная полоса есть на случай того, что если мы переехали куда-нибудь, типа, Штатов, а там куча оборудования, которое только магнит умеет читать. И они с магнитом могут прочитать. Так вот, поэтому изготавливают поддельные магнитные карты, едут именно в Штаты, вплоть до того, что наши сами едут, как бы, либо продают данные, там эти накатывают, и там используют. Поэтому, кто это сделал, как бы, наши или штатовские, без разницы, и поведение у всех одинаковое в целом. Тут же главное выявить не поведение мошенническое, а поведение, не похожее на поведение стандартного пользователя. То есть, момент, мы не, скорее, не их даже ловим, а просто смотрим, что отличается, не отличается. И вот система, как часто это подводит вас? То есть, все равно, вы говорите, развиваются все технологии новые, и как часто происходит детектирование, ну, какой-то опять новой развитой технологии? Мы сейчас про систему уже не конкретную, мы занимаемся тем, что у заказчиков такие системы ставим и настраиваем, продвигаем, но по поводу часто подводят, здесь нельзя сказать вот цифру. Каждое правило, оно имеет свою степень вероятности срабатывания. И задача, собственно, задача антифрода – это не выявить 100% всего, потому что это и не нужно. Грубо говоря, нам надо, чтобы потраченные усилия как минимум предотвращали на большую сумму потерь. То есть, для какого-то, ну, минимального, минимальной суммы. А в целом, по России, вообще, цифра, если по картам говорить, по мошенничеству, это 4 копейки на 1000 рублей. То есть, на каждую 1000 рублей оборота, в целом, качественного, 4 копейки считается нормально, что если у тебя упрут. А в мире это 6 центов на 100 баксов, то есть в 10 раз больше. То есть, ну, считается, что если у тебя там цифра меньше вот этой, то это ок. Если больше, то не ок. Поэтому система может в рамках вот этой погрешности ошибаться. Спасибо. Было сказано про стандарт PCI DSS. Вопрос следующий. Что будет с банком, если он, например, не захочет сертифицироваться по стандарту PCI DSS? Могут ли его как-то в финансовом плане за это наказать? Ну, какие санкции его ждут? Ну, смотри, если ты в армию не захочешь, а ты гонит. Вот. Голову, конечно, не отребят, но условия создадут. Вообще, у платежной системы, у визы, у мастер-карты есть программа по штрафованию, да, по штрафам для банков. Но вот применять ее и не применять, а решают сами платежные системы. То есть, есть случаи, когда к российским банкам применяли санкции. Есть, когда не применяли. Ну, в целом, все, конечно, построено в том, что если не будешь выполнять, то тебя будут штрафовать. Плюс, если у тебя, ты не выполнял, а у тебя еще и утащили что-то, ну, тогда тебе совсем будет плохо. То есть, это официально предстоит. Опять же, понимаешь, в чем дело? Платежные системы, они зарабатывают на том, что, ну, чем больше у них транзакций, тем они, ну, они скажут, что транзакции имеют свой маленький процентик. И, с одной стороны, они заинтересованы, чтобы больше банков их услуги продвигало. С другой стороны, если банк не выполняет требования стандарта, то он становится для них занозой, потому что его могут похакать. А если его похакали, как бы, это для платежной системы не очень хорошо. Ну, потому что люди перестают тогда пользоваться картами, боятся. У нас и так по статистике 20% людей боятся пользоваться картами. Ну, потому что не пользуются, потому что, вот, подходят банкомату, снимают бабло. Это самое плохое поведение для платежной системы и для банков. И поэтому всегда тут платежная система думает, как бы, с одной стороны, как бы, нельзя обижать, потому что, ну, вроде он нам переносит доход. Ну, с другой стороны, его могут похакать, вот, и смотрят, где иски больше, как бы. Ну, там предыдущий расплачек сразу, но мы с исками работаем. Понятно. Все зависит от банка и от желания самой платежной системы. Да, ну, скорее, да. Ну, как бы говоря, я думаю, если какой-нибудь большой банк не захочет, мне кажется, даже такое было, когда просто банк гнул банк и сказал, что я не буду платить. Вот, вот, Павел, может, прикорентировать, как-то знать. Ну, в России, да, я, честно говоря, не слышал таких случаев, чтобы банки штрафовали. Но будут, только они не в новостях написали. Ну, да, это не слишком громкие истории, но у платежных систем есть совершенно другой, абсолютно эффективный рычаг. Не выдача очередного бина, либо не открытие очередного проекта. И вы просто не сможете бизнес развивать в этом направлении, если вы не соответствуете. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.